Когда время придет, у тебя будут силы для того, чтобы поступить правильно. Сегодня погибли ваши люди. Этот мир ничего не ведает о любви. Когда умножится грех, станет преизобиловать благодать. Это не Павел анти-эрудейский, это христианство анти-Павлова. Она взяла Павла и применила к нему теорию замещения. Вместо Шауля родился Павел. В последнее время особенно как-то на меня обрушился поток страждущих по Павлу с разных сторон. Я бы хотел начать наш разговор об отношении к Павлу и его учению со 2 Петра, с 3 главы. «Возлюбленные, подщитесь, явиться перед ним неоскверненными и непорочными в мире, и долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам». Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобо-вразумительное, непонятное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели извращают, как и прочие писания. Первое мнение сказать, что Павел пишет, очень непонятно. Ну и читая Павла, с этим трудно не согласиться. Павел писал то, что писал, его послания разные, честные, совершенно люди, трактуют десятью разными способами, потому что Павел оставляет место для толкования. Второй вариант, который можно предположить, о чём Пётр говорит, что Павел пишет вещи, которые, как Ишов говорит, кто умеет вместить, да вместить. Не в смысле понятия формулировок, а в смысле, что он пишет невероятное. Ведь для времени Петра, для тех времён, вообще само обращение Всевышнего к язычникам, общение Всевышнего с язычниками, это невероятно, это чудесно. И Павел говорит какие-то удивительные вещи, какие-то, ну, например, представь себе, как бы пришёл к ним кто-то и стал рассказывать бы анатомию клетки, и стал бы говорить о рибосомах, митохондриях и так далее. Даже если бы он говорил очень понятным языком, это было бы по тем временам превыше всякого ума. Просто потому, что люди не мыслили на таком уровне. Или там стал бы рассказывать об устройстве атома. Возможно, что Павел говорит как бы невероятные вещи, по мнению Петра. А в чём суть невероятных вещей? В том, что вот это долгое отсутствие откровения Всевышнего у язычников, это его долготерпение. То есть, раскрывать такое качество Бога. Это удивительно. По тем временам, вот это как бы прорыв, как говорящая лягушка. Или там вот сейчас недавно учёные делали опыт, а у них касатка заговорилась. Вот это чудесно, смотришь на касатку, которая пытается сказать какие-то слова и не вмещается в сознание. А вдруг это поддел. Но, тем не менее, вот касатка говорит, и это то, возможно, то, что имеет в виду Пётру. И тогда, тогда можно понять сам Павел. Пишет сам Павел, что его учения понимают неправильно. Как его понимают? Его понимают по принципу, давайте больше граждан, чтобы нас больше простили. У меня ощущение такое, что послания Павла до сих пор не поняты большей частью христианско-мессианского мира. И, наверное, это неудивительно, потому что большинство сегодняшних мессианских евреев научены христианскому учению, во многом сформированному ещё на заре христианства отцами церкви, с их теорией замещения Израиля церковью, и краеугольным камнем этого измышления является как раз Писание Павла, как мне представляется. Ну, конечно. Ты мог бы вкратце представить свой бэкграунд. Я понимаю, что ты немножко из другой среды исходишь, и мне представляется это важно. У меня есть раввинская смеха. То есть я учился в Ешиеве, учился на раввина, на Даяна, потом Даяна, это чуть выше раввина, это раввин, который уже имеет право судить. И, разумеется, как бы мой бэкграунд, как так сказать, телефон, похож на бэкграунд Павла. То есть я пришёл в той же среды. Почему это важно? Потому что человек говорит той терминологией, которой он научен. Павел говорил про вещи новые для христиан, а применял он при этом знакомую еврейскую терминологию. Когда же христиане не поняли эту терминологию, они подставили своё значение к этому. Павел говорил, объяснял людям совершенно-совершенно новые вещи. Ему приходилось или придумывать новые слова, или давать словам какие-то новые оценки. Вот по себе я могу сказать, что когда говоришь, например, я в разговоре, в уроке, в проповеди могу сказать слово «мидраж», например. И для меня оно понятно, и вот оно тебе понятно. А когда переводчик меня переводит, он останавливается и объясняет, что такое «мидраж». У Павла не было, кто объяснит. Павел писал какие-то вещи, и писал, конечно, по вдохновению Святого Духа, но писал так, как он мог, Дух говорил, через Павла. И поэтому какие-то вещи были неправильно поняты, он всю жизнь отбивался от этих обвинений, но, видимо, до сих пор так и не отбился. Алекс, дело как раз в том, что ведь и во времена Павла у него были проблемы. У него были проблемы в среде мессианских евреев. Мы читаем это из «Деяний», ясно? Да, конечно. И из Галактики читаем, и из Римлян читаем. Почему такое происходило? Представь себе, вот мы сегодня читаем, скажем, послание Павла к римлянам. И сегодня не только ты можешь открыть, и тщательно его изучить, десять раз перечитать, если нужно, открыть два-три перевода, и если нужно, открыть еще с полтора десятка комментариев, если уж хочется копнуть. Что было во время Павла? Куча безграмотного народа, у которого сидели в Риме, не все умели читать и писать. Всевозможные сапожники, кожевники и так далее. Люди неграмотные. Грамотностью в Риме было не шибко-то. И вот приходил человек вообще, и говорил, это я, почтальон Тейтос, я принес вам письмо от вашего Павла. И он зачитывал это письмо в собрании. Теперь представь себе, что ты сидишь в собрании, в Риме, и тебе на слух, на слух, зачитывают 16 глав послания к римлянам. При этом у тебя нет академического образования, да тут и с академическим образованием-то не сильно. И дальше уносят, потому что купить книжку, это дорого стоит. Ее унесли. Ты не можешь ее перечитать, посмотреть, что он там написал. Где-то женщины кричали, где-то дети шумели, тебе не дали дослушать. В итоге ты понял так, как ты понял. И пошел дальше пересказывать еврею, соседу, ты же евангелист, ты пошел еврею, соседу пересказывать, что у тебя на проповеди говорили. А Павел, наверное, за голову хватался. Вот он в послании к римлянам говорит, как некоторые говорят, что я учу. То есть люди ходили, пересказывали то, что поняли, а понимали они с гульки нос часто. Из-за этого рождалось такое мнение о Павле. Это первое. Второе. Ведь на самом деле Павел в каком смысле первопроходец? Он пришел к язычникам. Нужно ли язычникам соблюдать закон? Весь ли закон нужно соблюдать? Что нужно соблюдать, что не нужно? Это все очень сложные вопросы, они поныне открыты. Павел писал то, что писал. Поэтому я думаю, что опять-таки вот есть ли у нас с тобой сегодня ответ на вопрос должны ли язычники соблюдать вот всю-всю туру? Должны ли, скажем, они обрезываться? Вот собор решил, что нет. Павел ходил по местам и смотрел и говорил опа, а тут в галатах обрезываются, в галатах решили сделать то, решили сделать все. Вот мне человек говорит, я стал там субботу соблюдать. почему, я спрашиваю. Он мне отвечает, ну, хочется быть крутым, как евреи. Вот. Понятно же, что с таким мотивом нельзя соблюдать субботу. Алекс, ты говорил о общинах вне Израиля, вне Рецисраэль, скажем, римских и галатских и прочих, но, как я понимаю, проблемы у Павла были и в наших Палестинах в том числе. Помнишь, Яков говорит ему, смотри, Павел, сколько, много тысяч учеников, и все они ревнители закона, а тебе они слышали, что ты учишь иудеев не обрезываться. Они слышали, потому что люди, недруги Павла, они, ну, вот, 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 вот ведь какая ситуация. вот помнишь, Ешева говорит, что фарисеи проходят кучу расстояния, чтобы обратить одного, ради одного язычника. Что происходило? То есть, фарисеи и так далее было модно приходить где-то набирать себе язычников и их привозили в Израиль и часто использовали как рабов, как домашнюю прислугу, как людей второго сорта. То есть, я тебя учу, а ты на меня пашешь. Второй вариант, ну, как говорил один пастор, заведи себе овец и стриги. Вот. То есть, ну, денежка. И третий вариант, просто банально власть, влияние, авторитет, ну, хочется быть самым ученым. Поэтому это порождало массу сплетен, массу наговоров на Павла. В данном случае просто наговор и ведь Яков тоже понимает, что это наговор. То есть, он говорит, о тебе они слышали, ходят такие слухи, но ты же сейчас докажешь, что это не так. Это не лицемерие. То есть, Павел действительно не так учил. Вот если посмотреть на вот римлян, вот я сейчас сделал беседу по римлянам, Павел говорит, не только обрезание, но и вера. не только законы, но и вера. То есть, Павел говорит о том, что пустое формальное соблюдение, оно не имеет смысла. Например, есть сегодня люди, вот, например, в религиозных кварталах, таких как Мешари или Вешиви Поневиш. Вот я разговаривал с человеком, он учится Вешиви Поневиш. Это в Бнебраке Ашкинастская ишива, одна из самых крутых ишив считается в стране. Ну, и в мире, разумеется. И вот он мне говорит, на самом деле, он мне сказал, я атеист, я вообще атеист, вообще не верю в Бога. Но, я уже привык в этой среде, я здесь легко женюсь, я здесь ляжу детей, мне не надо в армию идти, у меня обеспеченное будущее, я буду этим заниматься. И, ну, что тут поделаешь, это вот так человеку удобно жить. А сколько людей, ну, ты помнишь, при советской власти делали себя коммунистами, идейными, и тоже, в общем-то, встраивались в эту систему, не веря в неё, но потому что так удобно. И Павел говорит о том, что таких людей развилось слишком много. Это хороший заработок. И поэтому Павел говорит, пытается уберечь язычников от того, что они начнут думать, что заповеди делают их круче или спасают их, и тем самым будут пренебрегать жертвой Иешуа. И как он говорит, если вы обрезываетесь, то нету воспользования Христе. Что это значит? Что если человек думает, что он очистится обрезанием, он отвергает очищение через Иешуа. Вот о чём тут речь. Павел не против обрезания, а против обрезания как средство достижения чистоты, праведности и так далее. То есть есть два направления в аудаизме. Одно говорит, сначала ты соблюдай заповеди, начни соблюдать, а потом придёшь к праведности, чтобы соблюдать их в имя небес. А Павел говорит, сначала вера, потом соблюдение. Заповеди это плод веры, а не причина веры. Вот собственно говоря, основной спор с другими течениями в аудаизме. Потому что и это было в аудаизме. То есть Павел просто представляет одну линию, спорит с другой линией, и всем всё понятно. Вот представь себе, я собрался к тебе в гости. Ну я хочу к тебе поехать, скажем, денёк у тебя два пожить. И ты меня спрашиваешь, Алекс, что ты кушаешь? Я тебе скажу, Эфраем, всё, что даст, то и кушаю. И я пришёл к тебе, ты мне даёшь дождевых червей или опилки и говоришь, ну Алекс, ты же вот сказал, что дам. То есть когда мы говорим, что дашь, мы подозреваем, что ты мне дашь нормальную кошерную пищу, это даже не вопрос. То есть когда я говорю, я буду слушать, что ты мне дашь, я не имею в виду, что ты даже в мысли не приходишь, что ты мне дашь бекон или свиной стыль. Ты же не дашь? Правильно? Не дам. Вот. То есть Павел тоже, когда он говорит, что что-то не нужно, например, там всё, что продаётся на торгу, ешьте. Это значит, что давай не будем дату проверять, свежее мясо не будем проверять. Что имеет в виду Павел? Вот ты пришёл в мясную лавку, а вот ты же отличишь, скажем, свинину от барана. Да. То есть тут не надо исследовать, то есть не в лаборатории надо сдавать ничего, это же не колбаса. Ты смотришь, вот это мясо свиньи, вот это баранина, вот это говядина, а вот это заяц. И это достаточно легко отличить. Но понимает его как то, что, например, Марк говорит, тем самым разрешил все виды пищи. Что имеется в виду? Разрешил есть и с немытыми руками тоже, все виды приема пищи разрешил. Не то, чтобы разрешил все, что попало есть, на каком основании. Но люди, которые не жили в еврейской среде, которые не понимают, о чем идет речь, они и извращают это, потому что для них нет вот этого врожденного чувства, например, что какие-то этические заповеди им понятны, не изменяя, не прелюбодействуя, не воруя, не засвидетельствую, а вот не ешь свинину, они говорят, ну, разве Богу не все равно, что мы едим? Ну, как бы, если бы было все равно, он бы не говорил, что нам кушать. мне кажется, собственно, все вот это манипулирование посланиями Павла как раз и ставит целью обесценить то, что было сказано в так называемом Ветхом Завете, то есть то, что было, это все злой, узконациональный бог, а теперь у нас есть благодать, у нас есть что-то. Теперь вот в определенный момент бог покаялся, родился свыше, родился свыше, и он, как почти он, Печкин сказал, почему я такой вредный был в Ветхом Завете, потому что у меня сына не было, вот, а теперь у меня есть сын, и я вот теперь буду добрый. Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. Ну, это такой образ, а бог-то говорит, что он всегда и во веки тот же. Не то, что он подобрел вдруг. Скажи мне, Алекс, ты сразу воспринял Павла таким образом, каким ты его воспринимаешь сейчас, или у тебя была история отношений, история вопросов к нему? О, куча была вопросов, потому что, когда его открываешь и читаешь, ведь дело в том, что я сначала читал Павла в переводе, Павел уже переведен, так что это вызывает возмущение. Когда ты обращаешься к греческому тексту, вот возьми, например, ты помнишь стих, кто соблюдает дни, для Бога соблюдает, а кто не соблюдает, для Бога не соблюдает. Вот это место помнишь, да? Вот, ты знаешь, что в оригинальном тексте вот второй половины нету? Кто не соблюдает, для Бога не соблюдает. Не проверял. Ну, вот если проверишь, то нету. то есть, а это важно, да? То есть, Павел говорит, хорошо, кто не ворует, тот, ну, так можно понять, тот для Бога не ворует, а кто ворует, тот для Бога ворует. Но, на самом деле, Павел этого не говорил. И вот, какие-то вставочки, добавочки, туда-сюда, и в итоге получилось то, что получилось. Переводчики не могли понять, что, собственно говоря, Павел имеет в виду. Но, как быть со словами вера, благочестие, праведность, оправдание? Ведь это еврейские, юридические термины. Без того, чтобы понимать их, невозможно понять текст. Вот, представь себе, попал ты, вот, скажем, в Казахстан 150-летней давности. И там сидит человек и играет на дамбре. Играет на дамбре. И вот, попробуй объяснить ему нотную грамоту. Вообще, в принципе, семь нот, октавы и так далее. Он, с одной стороны, играет, он как-то имеет откровение о музыке. Вот, как Павел говорит, язычники наблюдали мир. И они знали, имели представление о мире. да, но, но, как бы, он, человек, который даже неплохо играет на дамбре, может не знать, что такое сибемоль. Ну, не знает он. Имеет право. Имеет право. Но, попробуй ему объяснить. То есть, для того, чтобы объяснить ему, он, во-первых, у него возникает вопрос, а зачем оно мне все? Я же вот играю и играю. И как бы тебе не нравится, как ты играешь. Ну, и вот, как бы Павел пытался объяснить нотный строй людям, которые к этому никакого отношения не имеют. Он пытался, ну, он перво проходит, он совершенно новые термины пытался объяснить людям. Что-то получалось, что-то не получалось, но проблема в том, что Павел умер, а дело его осталось жить, и его стали толковать как стали толковать. Со временем и сам язык стал уже непонятен. То есть, если отцы церкви, которые не знали еврейской традиции, но знали хотя бы греческий, то сегодня как бы язык уже чужой. И мы же не можем с тобой, вот мы говорим по-русски, мы не можем легко открыть и прочитать слово полку Игореве. Да, что там слово полку Игореве? Вот, недавно с детьми экспериментировали, как они читают рассказ стихотворение Пушкина «Бразды пушистые взрывая». Раз они пушистые, значит, они зверюшки такие, бразды. Вот, а кибитка – это что-то кубическое, что летит и бомбит браздов, потому что же, ну, взрывая, правильно? Вот, то есть, даже текст, который написан 150 лет назад, уже можно читать по-другому. И это тоже добавляется. Но Павел, о чём говорит Пётр? Пётр говорит о том, что Павел говорит вещи, которые язычникам трудно вместить, и для того, чтобы это вместить, они это там сапогом в себя утрамбовывают, и в результате происходит искажение к собственной погибели. О чём добавляет, что добавляет там Пётр, если вспомнишь, как, впрочем, и все писания. То есть, он говорит, что не только Павел им непонятно, им всё непонятно. То есть, всё, что они понимают, то искажают. То есть, проблема-то, она не в Павле, а в том, что Павел говорит удивительные вещи, которые трудно вместить. Вот, так тоже можно это понять. Алекс, ты начал рассказывать истории твоих отношений с Павлом, и начал с того, что Павел плохо переведён. Он плохо переведён на еврей, то он плохо переведён на русский. И не только плохо переведён, но и получается такое, как бы, Павел, он, прежде всего, изменник. Ну, с тем, что он, как бы, как он говорит о народе, и так далее, и так далее, и так далее. И учит против закона, и всё такое. И, конечно, это вызывает возмущение. Почему вызывает возмущение? Потому, что я верил, и верил, что сам Всевышний дал нам закон, что это его воля, и что он не встанет в один прекрасный день и отменит это, потому, что он как-то изменился. И только, как бы, потом, как бы, я, ну, по еврейской своей дотошности стал изучать греческий язык и заобщался с людьми, которые, как бы, были специалистами в Израиле, по Павлу, Ишеву и Фрон, и другие люди, можно сказать, по-другому к Павлу подходили. Именно светские, светские учёные. В университете и так далее. У нас же в Израиле можно, в общем-то, прийти в университет. Вот тогда был ещё живой Давид Флюсер. Это и поныне крупнейший специалист в истории Второго Храма. И Давид Флюсер очень много писал про Павла, про Ивана Хрестителя, про Ишуа. Именно со светской точки зрения, как историки, например. Я знаю, когда его спросили, верите ли вы в воскрешение Ишуа, он сказал, это исторический факт. То есть, в то же время он к Ишуу как Машиха не принимал. И вот он как бы объяснял позиции апостола Павла как человека из иудаизма. И мне пришлось сделать сильный откат к Павлу. То есть, я его просто для себя на какое-то время закрыл. То есть, вообще не учил. То есть, я попытался, как это сказать, стереть всё, забыть всё, что я знаю о Павле. И месяц-другой, а потом начал читать его сначала уже по-гречески, пытаясь помнить, что это еврейская книга, что это пишет еврей. И тогда я увидел, что он вполне вписывается в дискурс, даже не как маргинал. То есть, единственное маргинальное в нём в том, что он принимает Машиха. А всё остальное, что он пишет, то вполне всегда можно найти такое мнение, которого придерживался кто-то, как Павел. То есть, Павел вполне в своей школе. И, разумеется, никакого закона он никогда не отменял. И ведь это великая фраза, что я готов быть отлучён от Христа ради своего народа. То есть, эта жертвенность огромная, и из этого следует, что Павел любил Израиль. Он не предлагает такую жертву за Галат или за Римлян или за филосоломикийцев. То есть, у него есть любовь к Израилю, и вот, исходя из всего этого, я стал понимать, в какую полемику Павел влезает именно в еврейскую полемику. Он ведь жил в Финнии, например, Рим, туда ходил, кто попал, проповедовал, что попало. И Павел должен был противодействовать этому, или где-то поощрять, где-то оспорить. И вот я уверил, что Павел он исключительно внутриеврейский человек. И его вот эта внутриеврейскость и не понято. Ведь суть была не в том, чтобы оттереть Новый Завет от Ветхого, хотя, ну, если мы хотим побольше людей привлечь, то проще давать Новый Завет, его меньше изучать и легче. И в Четвёртом веке и Василий Великий, и Реполит Римский, и Иоанн Златоуст, у них есть слова против евреев. Что значит против евреев? Против того, чтобы народ ходил к евреям учиться. По ныне мы тоже слышим какие-то рассуждения о вреде мессианского иудаизма, о том, что это законничество, что вот эти евреи, которые Бога распяли, а вы у них учитесь. Этот голос, он звучит и сегодня по отношению к нам. И поэтому так вынуждено было трактовать Павла. Потому что на самом деле Писание Павла это самые ранние памятники фарисейского иудаизма. Именно фарисейского иудаизма. И в этом контексте они понятны, просты, но признать это значит направить народ к изучению Толмуда, Мидрошей и других еврейских источников. А тут большая опасность. Потерять власть, потерять влияние и так далее. Ведь сегодня люди, которые приходят в мессианский иудаизм или даже просто интересуются иудаизмом и слушают проповеди каких-то известных раввинов, возьмём Ашера Кушнира, Моши Пантелята, Петю Полонского. Они вдруг понимают, что это интереснее, чем у пастора. Что это круче, глубже, чем у пастора. А пастор по самому самому образованию не может с ними конкурировать. Вот человек, который отучился в детских семинарах, мне сказал, у него несколько богословских образований христианских, мне сказал, мы никогда не касались еврейских источников. Это беда, уже и учителей-то почти нету. Вот это плод антипавловой деятельности. То есть, это не Павел антиевудейский, это христианство антипавлова. Она взяла Павла и применила к нему теорию замещения. Вместо Шауля родился Павел, который понял, что греки лучше, чем евреи, и ушёл, можно сказать, к грекам. И вот у него такие два бога, добрый и злой, и всё остальное. Это поклёп на Павла, который, к сожалению, стал переводом Павла. Сегодня можно слышать такую точку, что, поскольку, скорее всего, изначальные послания, вообще Новый Завет, были написаны не на греческом языке, а на, скажем, арамейском или иврите, то, то, что мы имеем, это не оригинал. Это неправда. Из того, что мы видим в Евангелиях, видно так, писал человек, писал эти тексты, человек, который, скорее всего, думал на иврите. Но это не перевод. Любой именно лингвист, человек, который, знакомый с текстами, скажете, что это не перевод, человек писал на греческом, думал на иврите. Видно, что, в этих текстах видно, что сам Иисус говорит на арамейском языке, по цитатам, даже Псалом он цитирует на арамейском, ляма шабактани, а не ляма азавтани. На иврите было бы ляма азавтани, но Иисус ацитирует ляма шабактани, то есть, на арамейском. Но, тем не менее, сами евангелия все абсолютно написаны на греческом языке. То, что свидетельствует Папий, чем недавно размахивал Финкель. И вот это его евангелие, оно было на иврите, как и все священные книги. Но я тогда не знал, как подойти к нему, но я его видел. Пишут Папий Иеропольский. Это, в общем-то, упоминание о Папии, что были какие-то логии, логии, это записи без записи из речений, цитатник, который был на арамейском или на еврейском, и который каждый переводил кто как может, эти логии не сохранились. Логии это что-то похожее на апокриф Ивангелие от Фомы, где в основном там только цитаты. Вот Ешева сказал, сказал, сказал. Ивангелие от Матфея это совершенно другой текст. И он написан по-гречески. И Павел тоже писал по-гречески. Потому что ну вот как сегодня вот американские евреи, для них иврит это такой академический язык, им проще общаться по-английски, уроки вешивых делаются по-английски. То есть Павел писал на лингво-франко того времени, то есть на греческом языке. На английском сегодняшнего времени. На английском сегодняшнего времени, да. И это еще одна трудность, потому что вот незадолго до этого относительно незадолго переводили септуагинту. И как много как много понятий им пришлось вводить совершенно новых, которых нету. Сам даже синодальный перевод подарил русскому языку много новых слов. Их приходилось придумывать, ну потому что не было их в русском языке, не было их в греческом языке. И вот поэтому в этом сложность. Какие-то вещи, вот например, есть слово сгула на иврите, или слово Эдгар челлендж, на русский язык они плохо переводимы. То есть приходится объяснять, что такое вызов. Да, вызов, но вызов это тоже не совсем то. Вот. Или например, слова хэсэд, милость и рахамин. И вот ты можешь объяснить тонкости различий между хэсэд и рахамин? Нет. Вот. То есть и ну как вот например, если бы ты переводил наоборот на иврит, как бы ты обозначил различие между продрогнуть и озябнуть? То есть никак, правильно? Ну то есть нет у иврита таких инструментов. То есть пришлось бы придумывать два новых слова или переводить как одно. Вот Библия переводит слово нефиш, нешама и иногда и слово дух как слово душа. А это разные еврейские слова. И это с одной стороны. С другой стороны вот это вот знаменитые Агапы и Филио в разговоре Ишо и Петра. Понятно, что они разговаривали на иврите или на арамейском. И что там почему Иоанн дает разные слова просто как бы для текста. Ради текста. Вот. Но и то же самое с Павлом. Когда Павел придумал какое-то новое слово на греческом языке, чтобы обозначить что-то, что вы влите само собой разумеется, а потом переводя его придумали перевод греческого слова на русский, вот и получилось так называемый вот испорченный телефон, в который дети играли. И это то, в чем я убедился, что Павел вне контекста вне контекста совсем непонятен. Я хотел бы, чтобы ты, может быть, подытожил наш разговор тем, чтобы кратко высказал свое понимание, почему, в чем причина отторжения Павла сегодня некоторыми. Причина в том, что преподавался ложный Павел. Преподавалось ложное учение, основанное на неправильном понимании Павла. Для того, чтобы разобраться в правильном, для того, чтобы пройти в правильном, нужны усилия, нужно много учиться и проще всего Павла оказывается легче выбросить, чем исправлять это понимание. Но тот, кто полезет и исправит, тот раскроет подлинные глубины именно Евангелия. И как бы кому-то не хотелось, христианства без Павла нет. А мессианское движение без Павла? Мессианское движение без Павла тем более нет. Если обратить внимание, мы читаем в Евангелиях, апостолы ходили с Ишо три года, и Ишо три года их учил, из-за того, что он три года учил, у нас наберется, если взять все цитаты Ишо, все, что он говорит, ну, скажем, минут на двадцать чтения максимум, я думаю, а то и меньше. А ведь он учил три года. Более того, апостолы после не цитируют Ишо почти вообще, то есть, за исключением двух маленьких цитат в апостольских писаниях, не передается учение Ишо. И Павел, он именно тот, кто пересказывает учение, кто говорит о том, в чем смысл жертвы, для чего вообще все это затевалось, как это вписывается в божественный план. Если не читать Павла, то не понять, зачем Ишо приходил, зачем нужна жертва, как кто-то может умереть за мои грехи и многое другое. То есть, именно Павел, он тот, кто объясняет, что реально произошло в мире. Вот, что сегодня мешает раввинам принять Ишо? Они говорят, в мире-то ничего не поменялось, ну вот, был он, умер, воскрес, ну, воскрес, не воскрес, мы не знаем, хорошо, это же ортодоксы говорят, что поменялось? И вот Павел, он тот, кто отвечает на вопросы, что поменялось. А без Павла получается, что можно фантазировать, что, что хочу. И это проблема. Есть басня из Опа, знаменитая про лесу и виноград, когда леса пролезла в виноградник, не смогла достать виноград и сказала, он зелен. Так, непонятные какие-то вещи. Здесь, как бы, люди, которые не смогли понять, не смогли вместить, и еще и переполнились обиды на церковь и на ее учения, приплюсовали Павла к этому и решили, что виноград зеленый. А он спелый, вкусный, и его на всех хватит. Спасибо большое, Алекс. Я, Лука, оставляю это послание тем, кто следует за Господом нашим Иисусом Христом. Вокруг нас сгущается тьма. Знаю, что вас преследуют, а вера ваша проверяется на прочность. Знаю, что вы в поисках пути. Но я приехал в Рим, чтобы найти Павла и записать его историю. Возродить надежду и осветить тьму вокруг вас, чтобы напомнить всем нам, как Бог изменил человека полного ненависти с тем, чтобы он изменил историю всего мира. Лука, грежу ли я? Нет, я здесь. Рим утопает в крови наших братьев и сестер. Нет. Вот что происходит, когда веришь Богу. Люди в отчаянии, мы их единственная надежда. Я не могу вернуть им веру. Но ты можешь возродить ее. Ты рискуешь поставить меня превыше Христа. Когда услышал твою проповедь в Трааде, я увидел Христа в тебе. Столько мужчин, женщин, детей, которые никогда не увидят тебя. Поэтому нужно записать все твои деяния. Что ты знаешь об этих христианах? Ну вот послания меня тревожат. Мы заберем их с собой. Вы думаете, мы замышляем побег? Еще одно слово и отправишься к своему Богу. Лука! Я собираю людей, чтобы пойти освободить их. Ради чего, Касси? Ради справедливости. Они хотят отомстить. Нельзя. Почему нет? Любовь наша спасение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова